Приветствую, друзья. Чем ближе 1 июля, тем более жаркие споры, как вот в этот день нам голосовать. Алексей Навальный и Максим Кац даже провели на эту тему ожесточенные дебаты. Мы сегодня подебатируем, попробуем, подискутируем на тему стратегии по голосованию по поправкам Конституции. У нас здесь Алексей Навальный. Здравствуйте, Алексей. Привет. И Максим Кац. Здравствуйте, Максим. Я, кстати, без иронии об этом говорю. Дебаты между политиками – это правильно и хорошо. Участием в дебатах мы в том числе и отличаемся от этой власти. У участников дискуссии, на первый взгляд, две разные позиции. Максим считает, что нужно пойти проголосовать против. Мне кажется, позиция должна быть внятная. Мы против. Все. Алексей, что вообще не нужно принимать участие в этой мошеннической процедуре. Вероятность того, что твой голос будет посчитан, равняется практически нулю. Если брать вот такой вид, то эти позиции выглядят совершенно противоположными. Но на самом деле никакого противоречия между ними нет. Начнем с того, а за что вообще мы будем голосовать 1 июля? Мы все знаем и понимаем, ради чего этот самый всенародный опрос затеян. Надо, чтобы Путин обязательно остался. Ну да, ради обнуления Путина. Ну вот вы заходите на официальный сайт голосования, смотрите описание предлагаемых по праву Конституцию. И что вы там видите? Защита детей, поддержка традиционных ценностей, восстановление мрот, индексация пенсий, забота об инвалидах, медицинская помощь, русский язык, историческая преемственность. Стоп. А что-то не хватает. Да. Ничего не сказано про обнуление Путина. Вот вроде же самая важная поправка. А почему-то они стыдливо умалчивают. Ведь это ж какое счастье. Наш любимый президент сможет оставаться с нами до 2036 года. Дело в том, что президент уже не такой и любимый. Рейтинг Путина за 2,5 года упал с 59 до 25%. Больше, чем в два раза. А в числе самых вдохновляющих россиян-политиков Путин, ну он, конечно, на первом месте, но цифры-то скромные. И отрыв от других не такой уж и большой. Путин пока остается самым популярным политиком страны. Ну, во-первых, для людей он уже не царь и бог, а один из ряда. А во-вторых, у его рейтинга есть серьезная, как говорится, понижательная тенденция. Если так пойдет дальше, то еще через 2,5 года он может быть уже и не первым. И даже может быть не вторым. Поэтому, если на голосовании не прятаться за поправками про русский язык, детей и память предков, то можно получить неприятный результат. Если вот прямо спросить людей, хотите ли Путина пожизненным президентом, то ответ-то может быть очень неожиданным. Даже несмотря на зачистку политического поля, даже несмотря на массированную пропаганду. Вот мы провели социологический опрос об отношении людей к поправкам. На самый общий вопрос про готовность голосовать следующие ответы. Готовы проголосовать за поправки 21% против 16%. Не определились? 63%. Смотрите, массовая пропаганда, отмобилизованный селебритис, пакет из популистских поправок и всего 21%. Понимаете, почему поправка об обнулении Путина скрыта из бюллетеней с сайта? Если поправку об обнулении, теряющего популярность и надоевшего Путина поставить на голосование, то как вы думаете, что будет с цифрами? Ну, наверное, 21% за не уменьшится. Ну, на сколько увеличится процент против? На 15%? На 20%? До 10% хватит. И в этих цифрах все объяснение голосования по поправкам в Конституцию. Почему такие формулировки? Почему такая срочность? Дашь честную формулировку про обнуление? Могут прокатить даже сейчас, поскольку надоел. Сделаешь голосование позже, рейтинг может обвалиться еще больше, и никакой агитирующий гном-гномоч не поможет. Сын хочет внести поправки в Конституцию? Давай проголосуем на семейном совете. Наш выбор – будущее наших детей. Кстати, имейте совесть, перестаньте мучить ребенка, ему потом с этим позором всю жизнь жить. Спешкой с голосованием объясняется и внезапный выход из карантина. 30 марта Путин объявил введение режима нерабочих дней. На самом деле карантина, но только такого, чтобы государству не платить людям. На тот момент в день заражалось 302 человека. 11 мая было объявлено о выходе из карантина. При дневной заболеваемости в 11 600 человек. Вообще никакой логики. Ситуация на выходе из карантина хуже, чем на входе. То есть, либо не надо было вводить, либо нельзя из него выходить. Но медлить Путину нельзя. Иначе не обнулишься. А на кону стоит слишком много. И здесь уж не до людей, которые могут пострадать из-за отмены карантина. Задумка Путина и его технологов – это разделить оппозицию, заставить ее играть в безвыигрышную лотерею. Предлагается максимально незаконная и непрозрачная процедура голосования, при которой контроль затруднен или невозможен, а простор для фальсификации – он вообще безграничен. И сразу появляются два лагеря – бойкот, голосование против. И они тратят все силы на выяснение отношений, а по факту работают на обнуление Путина. Пришел на участок, проголосовал, а голос не посчитали. Или вбросили кучу бюллетеней. Остался дома на диване – пожалуйста, мы проголосуем за тебя. Спасибо, что не создал проблем. Как быть? Ответ-то достаточно прост. Давайте перестанем относиться к 1 июля как к голосованию. Голосование – это когда общество диктует государству свою волю по какому-нибудь вопросу. И ведь явно же не наш случай. Вопрос в бюллетене, как мы уже видели, намеренно искажен. Результаты, как понятно из процедуры, будут сфальсифицированы. Это не голосование. А тогда что? Совершенно правильно говорит Кирилл Рогов. Это митинг. Митинг в поддержку обнуления Путина. Способ показать миру и, к слову, самому Путину, как его любят. И насколько легитимное и поддержанное народом будет это самое обнуление. А поскольку поддержки нет, то митинг, как обычно, липовый. Помните вот эти все провластные митинги? Когда народ собирали за деньги, а количество участников потом приписывали в разы. Вот то же самое сейчас происходит в масштабах всей страны. Те же платные участники. Конституция? Да, Сашенька, Конституция. Прости, Гном Гномыч. Те же попытки показать массовость. Но если голосование – это митинг в поддержку Путина, то какие возможности есть у оппозиции? Митинг – это способ довести свою позицию до людей. Но если власть способна лишь на проплаченные и вымученные митинги, то мы-то можем сделать нормальный? Вот мы видели, что твердо за поправки лишь 21% опрошенных. То есть миллионы и миллионы людей либо против обнуления Путина, либо могут быть против, если им объяснить суть. И вот здесь мы подходим к тому, что нет никакого конфликта между позицией «голосовать против» и «не ходить на голосование». Те миллионы людей, которые хотят голосовать против – наши союзники. И здесь Максим прав. Лидеры оппозиции эту волну должны поддержать, они должны сказать людям «да, вы должны пойти и сказать нет, вы совершенно правы, вы не должны обнулять Путина, это все обман, ни за каких животных и память предков здесь нет голосования, здесь голосование за продление Путина на пожизненное президентство, и мы с вами должны сказать этому «нет». 16% точно хотят встать и пойти проголосовать против Путина. Это 17 миллионов человек, между прочим. 17 миллионов, у которых желание что-то сделать сильнее страха. 17 миллионов граждан, которые смогли отбросить всю эту шелуху и четко сказать «Путину нет, надоел». Их нельзя бросать, им надо предложить вариант действия, надо объяснить, как лучше и безопаснее можно сказать свое слово. Но позиция Алексея Навального тоже работает на общее благо. Если человеку не в моготу участвовать в фарсе на участке, если он хочет и готов сказать свое «нет» иначе, он тоже наш союзник. С моей точки зрения сейчас нужно не признавать эту процедуру и всем вокруг рассказывать, что ее смысл заключается в обнулении. Да, действительно, очень важный момент – это агитация. Информирование общества о действительном смысле голосования. Рассказ о том, что эта история не про русский язык и не про память предков, а про пожизненное правление Путина. Это тоже важная часть тактики оппозиции на этом голосовании. И тут нет никакого противоречия и нет никакого конфликта. Конфликт у нас только с теми, кто агитирует за поправки, с теми, кто обманывает людей, кто совершает подлог, кто прячет пожизненную власть Путина за индексацией пенсий, с теми, кто будет мухлевать с подсчетом голосов. Не важно, как именно вы выразите свое несогласие с обнулением Путина. Пойдете на участок, проголосуете лично – прекрасно. Там, где можно, проголосуете онлайн – годится. Выскажите свое несогласие в соцсетях, поменяете аватарку, репостните чье-то видео с участка, примете участие в флешмобе с похоронами Конституции – великолепно. Решитесь, как предлагает Кирилл Рогов, на одиночный пикет перед участком и неизбежную при этом поездку в полицейский участок – вы молодец. И вам будет, что рассказать своим детям. Вот все это работает. Я лично считаю сейчас самым главным внутреннее отношение людей к происходящему. Главное, чтобы человек осознавал, что на самом деле происходит, и имел ко всему происходящему четкое отношение неприятия. Чтобы человек осознавал факт, что мы имеем дело с нелегитимным методом, которым пропихивают изначально противоправные нормы, что голосование за политическое рабство не делает это самое рабство легитимным, а просто означает, что у наших с вами прав нет судебной защиты. И отстаивать эти права придется за пределами написанных узурпаторами правил. Такое понимание – это залог того, что в нужный момент у человека будет и сила, и воля противостоять злу. Потому что в решающий момент это, и вот на самом деле только это будет важно. А все остальное, в том числе пошел он куда-то 1 июля, не пошел, вообще не будет иметь никакого значения. Главное – сохранение своего гражданского достоинства. А как вот вами лично это достигается – вопрос второстепенный. Нет никакого противоречия между различными формами несогласия с этими вот самыми обнулениями в Конституции. Это противоречие искусственное, его нам пытаются навязать. Те жулики, которые устроили мошенничество из процедуры голосования, не поддавайтесь на их уловки. Просто скажите «нет». Всего хорошего.